Добрый вечер в Сочи! Добрый вечер всем болельщикам Леопардов! Это вновь Большой! Здесь наша команда проводит два заключительных матча регулярного сезона. К сожалению, не такого удачного, как нам хотелось бы, но тем не менее, сегодня у нас в гостях автомобилист. Зону отдал Руденкову и Игорь. Глёстка бросил. Опасно было, можно сказать. А вот здесь такая перепасовка, мне кажется, на всей линии излишняя. Может быть, опасно выход 2-1. Ну, 0-1. Повели наши гости. Ну, на повторе мы видим, что Максим, я считаю, как защитник, ну, рано лег. Играли 2-2. В принципе, можно было находиться перед ним, стараться играть плюшкой. Как только ты ложишься, ты выключаешься из игры, вот как мы видим. Здесь опять поперечная передача, на этот раз точная. Здесь Питьков пытается заехать в зону. Не дают. И... Ух, опасно может получиться. Макеев там один выезжал на ворота. Опять, опять, опять наш игрок ложится. Это и мешает, мешает Максиму Трючеву. Смотрим, что придет дальше автополист. Павел Датюк за воротами. Как всегда, когда шайбу упал, это опасно. Стандартный игрок, который можешь как-то придумать. Ну, не зря он называется лошадником. Не удалось Максиму поймать шайбу. С первого броска прижать ее, он отскочил. Очень жалко, что за минуту 45 мы пропускаем шайбу. Необходимо взбодриться, то есть стараться продолжать играть в свой хоккей. Я думал, там Коварш на секунду, наверное, шайбу потерял. Но потом никто из партнеров Сергея уже не смог доработать этот момент. Макс Третьяк. Пас рукой. Да, я не слышал просто свистка. Мне уже казалось, что Макс, знаешь, задержался в воротах. Но там, наверное, свисток был давно, потому что, да, так поехали. Нет, свистка не было. Изначально была игра рукой и как раз-таки касание игрока-автомобилиста. А, обозначало пас. Да, обозначало. Тут поехали наши ребята объяснять, что к чему. Ну, мы видим, да, обычно такие моменты не очень нравятся игрокам. Заслуженный форвард, заслуженный кокеист российский, который сейчас работает в штабе у Дилла Питерса. Ой, опасный момент. Я только начал рассказывать про Германа Цитову, что там произошло в наших оборонительных рядах. Почему так получилось? Опять легко даем получить шайбу в центре. Да, там... Необходимо играть плотнее. Не доработал кто-то на возврате, мне так кажется. Заканчивается время матча. Сейчас мы с вами посмотрим самые яркие и опасные эпизоды этой игры, которых в исполнении автомобилиста было предостаточно. У нас все-таки хотелось бы, наверное, чуть больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!